Всем привет! Здравствуйте! Сегодня у нас первый опыт с Татьяной Селивановой. Татьяна Академиковна. Коллаборация Века. Юдич Селиванова. И тема тоже интереснейшая, на мой взгляд. Сравниваем новый Старый Свет. Ну, там была такая вот отсылка к дружбе. Ну, мы, в принципе, совсем не хотим дружить, но может так получиться, что Старый Свет очень сильно может подорожать. Нужнется в сегменте. Да, и он, соответственно, сократится. Ну, в любом случае, мы должны с вами попробовать посравнивать вина примерно похоже, потому что такое сравнение не совсем корректно, да, Татьяна? Ну, прям совсем нельзя так сравнивать. Но, тем не менее... Ну, по крайней мере, мы выдерживаем сортовой состав. Наши различия – это в регионах, в концепции виноделина. Ну, по крайней мере, мы сравниваем шардоне с шардоне. Да, шардоне с шардоне. Здесь у нас рунский бленд. В розе. Да. Значит, дальше у нас идут два мальбека. Один из своей родины, другой из Аргентины, по-моему. Да, 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 Мендоса. Дальше у нас идёт рунский бленд красный. Рунский бленд красный и рунский бленд из ЮАР. Да, и бордоцкие сорта. Да, и бордоцкие сорта. Ну, они здесь представлены Тосканой и Китаем. Страшно сказать Китаем. Да, в принципе, мы... Старейшие винодельники-то. И мы собрали большую команду любителей наших подегустировать, посравнивать. Я думаю, что дегустация сегодня будет прям архиинтересная. Архиприятная, Юрий. И спасибо компании Ладога за предоставленный нас рецепт. Большое спасибо. Он очень интересный. Да, очень интересный и очень какой-то такой... Вдохновляющий, я бы сказала. Вдохновляющий, да. Мне, например, интересно. Ну что, лозунг моего дегустариума. Давайте попробуем. Ну что, лозунг. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 наших дегустаторов, фаворит, один из фаворитов, и дошли до тяжелой артиллерии. Это Аккультум Лапидем, группа Шепутье, который раскидал свои длинные руки за пределы Франции. И во Франции он делает во многих местах, и в зависимости не от стиля и качества, в зависимости от места нахождения винодельни, мы получаем то или иное вино с той или иной ценой. Это доступный Шепутье с очень высочайшим качеством, с тонким стилем, элегантным. Доступный и по-прежнему великий. Такой Ронский бленд из Лангедок Русильона. Вот это тоже один из моих любимцев. Это ЮАР, это Ронский бленд из ЮАР, GSM, плюс, по-моему, кореняна еще немного. Да, я не ошибаюсь, Леша. Да, плюс кореньян, на мой взгляд, сильнейшая доминанта Шираза с его животными тонами, с его пряностью, с его многогранностью, сложностью, яркой броскостью, дерзостью. И при этом начало было очень великим, а окончание этого вина, я думаю, можно увидеть будет через полчаса. Хорошо. Минимум, к сожалению, у нас не было столько времени, да, Татьяна, чтобы разгадать это вино, разобрать его по косточкам. Ду-ит-до-ут-дэс. Да. Очень трудно произносить, потому что до-а-дэс. Ты мне, я тебе, да. Но на самом деле это юридическое понятие, даю, чтобы получить, даю, чтобы ты дал. Да. Вот такая вот, такая вот вариация. Очень элегантная супер Тоскана. Да, очень элегантная. И многие отметили, отметили, что это, пожалуй, одно из вот нарастающих наших вин. Ну, действительно так. Очень интересная история. Устроенная такая женственная версия. Я бы назвал это супер Тоскана, но как-то там и Сан-Джавезе вроде есть. Нет, на Бордо плюс Сан-Джавезе. Примерно треть. Смесь супер Тосканы и Тосканы, и вообще всего. И классики. Чань Ю. Чань Ю. Чань Ю. Чань Ю. Чань Ю, да, надо читать? Чань Ю Мозер. Мозер это австрийский след в китайском виноделии. Чань Ю это название, по-моему, винодельня номер два в Китае. Номер один. Номер один. Это винодельня номер один в Китае. Я даже слышал, что она сравнима по объему с Майден Шандон. Правильно? То есть у нас есть и базовый ник, он называется Шато Чань Ю Хилан Маунтед. Названная в числе на Тегор Гилан. Мозер Фэмили это вот как раз таки история ЧУ-15, потому что Ленц Мозер представляет собой аж 15-е поколение вот этой семьи Мозера. Ну так-то нам повезло бутылочку. Я думаю, что сумочек они примерно столько зашли. Ну и все. Луи Витон? Луи Витон, да. Ну ладно. В общем, ну вино вызвало разные эмоции, но в целом мы отметили... Перспективу его. Да, перспективу и такую, знаете, свой путь китайского виноделия, который наверняка еще нас порадует и удивит какими-то интересными экспериментами. Прошу прощения, Татьяна, что я, как всегда, перебил вас. Вы прекрасный, вы прекрасный. Надеюсь, после этой Даши вечеринки вы еще позволите себе, да, то есть, ну, как сказать, находиться рядом со мной во время поведения девушек. С большим удовольствием. Спасибо, Татьяна. Вот сколько у нас сегодня людей, 25 человек, и все очень довольны. Всех в хорошем настроении. Слава Богу, что всем понравилось. Да, да, да. Большое спасибо за внимание, за активное участие. Берегите Юрия, нашего идейного вдохновителя. За что люблю и уважаю Юрия, за то, что он в этой сфере уже много-много лет, он не меняет ее, он не случайно заплыл как-то, знаете, побаловался венцом и ушел дальше. Он очень хорошо развивается, профессионально, он эксперт в глубоком уже понимании этого слова, так что не только обаятельный, высокообразованный, талантный, привлекательный, но еще и высокий профессионал. Спасибо. Я со своей стороны хочу выразить мнение всех, перед тем, как отпустить нашу молодую маму, молодейшую, красивейшую маму. Ну, наконец-то. Королеву красоты и всего-всего. Вот, вот, отлично. Замечательной принцессе Марго. Я хочу поблагодарить Татьяну, потому что на самом деле, действительно, это средоточие энциклопедических знаний, во-первых. А во-вторых, это какая-то вот такая всегда задоринка, такая добрая, которая выводит нас, уводит от снобизма винного, которым так часто грешат наши коллеги. Вот. И позволяет это приблизить к концепции, которые я тоже декларирую, о том, что сложные вещи, о сложных вещах можно говорить просто, но это не делает процесс простым. Мы вас не считаем людьми слишком простыми, да. То есть мы понимаем, что вы способны разбираться в сложных вещах. Вот. Но если мы говорим просто, это не значит, что мы к вам так относимся. Просто мы понимаем, что вы понимаете, да. И тогда мы уходим просто в свой язык, без всяких вот этих непонятных слов. Ну, знаете, есть принцип хорошего доктора, да. Когда доктор, профессионал настоящий, он всегда объясняет так, что больной его понимает. А когда он прячется за термины, за какие-то понятия, это просто означает то, что он ничего не понимает вот в объекте. Вот поэтому за простоту, за вот демократичность, за эмпатийность Татьяны, да, за ее такое вот умение расположить к себе. И простыми вещами, кстати, книгу стихов сегодня подписали. У Татьяны, да, есть телеграм-канал. Спасибо. Телеграм-канал, как называется? Селивайн. Селивайн. То, что я Татьяна Селиванова. Да, то есть собака Селивайн. И подписывайтесь. Там, кстати, в отличие от моего канала, бывают какие-то обзоры интересные. Полезные вещи. Полезные вещи, да, да. У меня, кстати, там мало такого. Да, и все такое прочее. Поэтому еще раз аплодисменты. Спасибо большое. На здоровье. Расписали их в взаимном, так сказать, таком признании. В Валерье, мы не знали, обычно, в Валерье, что в Валерье. В странах, в условных отношениях, как и Сент-Варерье, да. Как будто бы немножко такой европеизированный ЮАР. Да. Мне понравились очень. Маленькие. Я просто, конечно, в Валерье. Я всем был захватывал. Маленькие, которые... Как и сон? Вы еще очень знаете. А у меня, так что... Вы знаете, что в Валерье это бесполезно. Всегда присутствует адрес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова